Всем здравствуйте! Сегодня я вяжу тапочки такой пряжей, спицами номер 375. Начинается вязание с мыска, затем вяжутся боковые части и подошва задником. Обвязывается тапочек рядом столбиков без накида и рачьим шагом. Подошву связанную таким способом легко связать заново, когда она протрется в районе пяточки или под пальцами. Надеюсь, все понятно. Если вам интересно, присоединяйтесь! Для начала вязания надо набрать 11 петель. После набора должен остаться небольшой конец нити, чтобы сделать маленький шов. В первом ряду все петли провязываем лицевыми. В следующем ряду с двух сторон от центральной петли будем делать прибавления. прибавления. Сначала надо провязать 5 петель. Затем накид, средняя петля, накид и оставшиеся 5 петель. Прибавления делаются через ряд. Следующий ряд провязывается лицевыми петлями. Накид провязывается так, чтобы оставалась дырочка. Средняя петля и снова накид из предыдущего ряда. В следующем ряду снова прибавления. Провязывается 6 петель. дошли до средней петли, передней делается накид, провязывается средняя петля, накид и 6 петель до конца ряда. В следующем ряду лицевые петли. Накиды провязываем так, чтобы оставалась дырочка. Средняя петля и снова накид из предыдущего ряда. В следующем ряду снова прибавления. 7 петель. Средняя петля. Средняя петля. Делаем накид перед средней петлей. Провязываем среднюю петлю. После нее накид. Провязывается 7 петель до конца ряда. И так продолжаем вязать, прибавляя петли через один ряд. Вывязываем и сок носочка. То есть в одном ряду петли прибавляются. Во втором ряду просто провязываются лицевые петли. И в изнаночном и в лицевом ряду вяжем лицевые петли. Таким образом получается платочная вязка. Я закончила вязать светлым цветом. Если у вас ножка пошире, вам возможно надо будет провязать еще несколько таких рядов с прибавлениями. У меня 14 прибавлений. На спице у меня сейчас 39 петель. Сейчас я провяжу этот ряд. Закрою среднюю петлю. И перейду к вязанию красным цветом. Сначала 19 петель. Среднюю петлю я провяжу вместе со следующей петлей. Таким образом разделю вязание на две части. И с этой стороны останется тоже 19 петель. Вот так на данный момент выглядит вязание. Светлая нить больше мне не нужна. Я ее обрезаю. И подвязываю красную нить. Дальше каждая часть тапочка будет вязаться отдельно. Можете от двух клубков вязать одновременно. Я буду их вязать сейчас по очереди. У меня в каждой части 19 петель. При подвязывании нити другого цвета первую петельку провязываем. 19 петель я провязала. Разворачиваю вязание и продолжаю вязать на нужную мне длину. Вязать. 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 И теперь подвяжу нить с этой стороны. С этой стороны делаем то же самое. То есть если у меня здесь 19 волн, то и с этой стороны должно быть тоже 19 волн. Продолжение следует... Итак, с двух сторон у меня одинаковое количество волн. 19 и 19. Обратите внимание, что рабочая нить должна оказаться с одной стороны. То есть чтобы было одинаковое количество волн. Это надо для того, чтобы затем на пяточке было одинаково с обеих сторон, красиво и аккуратно. Следующий этап работы это набор петель на спицу. Но перед этим надо сделать маленький соединительный шов вот здесь. Нужно соединить любым швом, но я сделаю это так. По наборным петлям. Таким образом. И на изнаночной стороне завязать узелок. Дальше набираем петли на спицу по кромочке. Вот так надо вводить спицу и надевать петли на нее. Таким. Обратит см Th�. avaе. Субтитры сделал DimaTorzok Петли я набрала, вот так это сейчас выглядит. И сейчас надо провязать один ряд лицевыми петлями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привязывайте только те петли, которые набрали. Эти 19 провязывать не надо. Я набрала 67 петель, отметила центральную петлю. Теперь на 11 средних петлях буду вязать подошву. То есть вот здесь 11 петель. Нить я обрежу. Теперь от маркера надо считать 5 петель. И подвязать нить. Делаю это для того, чтобы было одинаково с двух сторон. Отмечу маркером 19 петель. И сейчас я перенесу петли, чтобы было удобно вязать подошву. И начинаем вязать подошву. Сначала надо прорезать 10 петель. А 11 петлю надо провязать вместе со следующей петлей. Так как это лицевая сторона, значит 2 вместе провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Снова провязываем 10 петель. Одиннадцатую петлю провязываем вместе со следующей петлей. Лицевой петлей на изнаночной стороне. Первую петлю снимаем. Вторую провязываем лицевой петлей. И протягиваем через снятую петлю. Разворачиваем вязание. Снова 10 петель. Кромочную считаем. Одиннадцатую петлю и следующую за ней провязываем изнаночной петлей по лицевой стороне. Две вместе изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Две вместе изнаночной петли. Две вместе изнаночной петлей. Изнаночная сторона. Две вместе лицевой петлей. Две вместе изнаночной петлей. Смотрите продолжение в следующей серии. Это у нас начинает формироваться подошва. И так продолжаем. Итак, сейчас осталось по 19 петель и средние 11. И продолжаем дальше вязать подошву до тех пор, пока здесь и здесь не останется по 8 петель. На данный момент в середине 11 петель, 8 петель на этой спице и 8 на этой. Теперь будем провязывать не 2 вместе, а 3 вместе петли, чтобы получался такой клинышек на пяточке и примыкание к ножке было аккуратнее. 9 средних петель надо провязать и 10, 11 и следующую за ней провязать вместе изнаночной петлей. В следующем ряду провязали 8 петель в средней части, 2 петли сняли, провязали следующую петлю лицевой и протянули через снятую петлю. В следующем ряду провязываем 2 вместе, как провязывали до этого, лицевой стороны и изнаночной петлей. Сейчас 2 петли вместе лицевой петлей. В этом ряду будет 3 вместе, 2 из средней части и третья с боковой спицы, изнаночной петлей на лицевой стороне. И 3 вместе лицевой петлей с изнаночной стороны. Провязали 6 средних петель, сняли 2 петли, следующую петлю провязали лицевой петлей и протянули ее через снятые петли. В следующем ряду будем провязывать 2 вместе изнаночной петли. 4, 5, 6 и 2 вместе изнаночной петлей. Провязали 6 петель, сняли петлю как лицевую, провязали следующую лицевой и протянули через снятую. То есть в одном ряду провязываем 2 петли вместе, в следующем ряду 3 петли. Сейчас 2 петли и средняя часть провязываем изнаночной петлей вместе со следующей петлей. Сейчас снова будет 3 петли вместе. Сняли 2 петли, провязали следующую за ними и протянули через снятые петли. Сейчас 2 петли вместе изнаночной петлей. 2 петли вместе изнаночной петлей. 3 петли вместе изнаночной петлей. 3 петли вместе изнаночной петлей. И 3 петли вместе лицевой петлей. 3 петли вместе изнаночной. И три вместе лицевой. Вот такой аккуратный клинышек получился. Теперь надо обвязать тапочек одним рядом столбиков без накида и один ряд рачьим шагом. Для обвязывания взяла крючок номер 4. Вот в оставшуюся петлю ввожу крючок и просто продолжаю вязать. Столбики без накида. В каждую кромочную петлю надо вводить крючок. Петлю ввожу крючок. Простой. Простой. Субтитры сделал DimaTorzok В конце надо замкнуть ряд соединительным столбиком и обвязать врачим шагом. Петля подъема и то же самое, столбики без накида, только в обратную сторону. Обвязку я закончила, осталось спрятать кончики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На сегодня всё. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok